здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня такая необычная для меня тема хотя я часто об этом говорю своих видео вы знаете что я часто использую остатки пряжи ну вот сегодня тоже вот такое вот видео собрала я собрал видите вот эту вот кучку вот непонятно чего почему непонятно чего потому что остатки по два по три по мотку всякого непонятного вернее понятного того что с этикеткой но по итогу вот такая вот куча всех остатков и в этом видео я хочу вам показать куда я вот эту кучку использовала хотя в этом видео будет не вся кучка где-то половина но половину я ее использовала благо что у меня есть куда это все деть спасибо кстати подписчица лена вам привет и спасибо большое и вот такая вот у меня акция по расхламе линию и по определению оставит использование всех остатков ну не всех но во всяком случае большинство остатков и освобождению места так и вот что у меня девчонки получилось из остатка пока вот это первая часть еще будет вторая часть первая часть у нас есть состоит из того что у меня есть на канале какие мастер-классы тут сейчас еще видите не все у меня закончена еще ниточки по затягивать но это я все сделаю я сейчас вам хочу рассказать обязательно все ссылки будут под видео в описании тех мастер-классов которые я использовала здесь я немного некоторые модели видоизменяла сейчас вам расскажу как именно вот все 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 я вам оставлю под видео в описании вы будете у вас будут эти ссылки на вот эти вот все мои модели вот видите все здесь у меня кошка мышка не знаю кто в общем все это вот кроме вот этого вот шлемика этот шлемик я еще буду на этот будет мастер-класс а все остальное у нас есть вот давайте начнем из этих двух моделей это мой у версальс капюшон это видео мастер-класс прошлого года он свеженький по сравнению с остальными вот вот это мега капюшон который первый будет ссылочки единственное что я вверх вот это вот вязала все по этому видео и петли и количество петель все по этому видео если на что здесь я вязание снуд большой объемный которые в этом видео я просто перешла на резинку один на один и провязала вот 21 сантиметр что хочу сказать вот если этот шлем допустим этот капюшон связать в черном цвете да он даже бежевый видите я фотографирую на мужской манекене это хороший вариант для мужского капюшона вот получается просто капюшон и здесь горловинка свитера вот то есть единственно что я изменила вторую капюшон связала по мастер-классу вторую часть я связала просто резинка один на один и вот такая вот вещь у меня получилась то есть из того объемного капюшона со снудом вот мы сделали вот такой вот такой вариант он годится как для мужского варианта к так и для женского то есть вечный вопрос что связать мужчине вот вам пожалуйста вариант тот же мастер-класс но только я тоньше пряжа тоньше спицы ну папа этим по рядам и по петлям все точно точно такое же вот этот вот капюшончик он у нас получается вот такой вот под горлышко снудик и капюшон по голове то есть либо это детский вариант тоньше спицы я два с половиной вязала вот английская резиночка или или пышной я уже даже и не и не помню вот вот такой вот получается по голове вот как тоже как детские варианты можно ну как женский и соответственно как детский вариант все это вот один мастер-класс вот эти вот два капюшона ты этот вот капюшон это тоже свежий прошлогодний единственное что я не сделала здесь завязки в нем тоже по голове вот такие кто любит объемные а кто-то любит вот такое чтобы было как бы чтобы функцию теплоты несло вот манишка здесь это будет второй у нас мастер-класс вторая ссылочка вот на вот эту вот манишку капюшон ну а в мастер-классе она еще и со шнурком с завязками здесь я решила упростить вот это третья вещь моя далее вот это вот этому мастер-классу у меня там кошечка здесь у нас поперечное вязание что очень классно удобно мерить на голову там у меня расчет ну по-моему там расчет можно рассчитать на на любой размер вяжется очень просто квадрат просто с вот таким вот с вот такой вот дыркой одним полотном потом делаются ушки можно вы вышить мордашку можно не вышивать мордашку тоже очень удобная модель потому что вот здесь вот благодаря поперечному вязанию у нас эластичный получается край который можно на подбородок натянуть и здесь тоже вот этот вариант детский он очень удобнее удобен вот этого по шлеме к тоже он по голове вот эти балаклавы да сейчас модные хотя мне они не нравятся совершенно не нравится но если вот подумать с точки зрения родителей да я сейчас бабушка это очень удобная вещь потому что ребенку тепло и шея нигде ничего не задувает то есть эти балаклавы имеют место на существование и я считаю для ребенка это вообще шикарная вещь вот вот такая кошка мышка кошка простенько и кстати здесь я использовала по моему три нити разные я остатки использовала в одну смотала вот такая вот меланжик у меня получился то есть можно эти остатки по разному как бы использовать вот такой вот шлемик это третий вариант четвертый вариант девчонки вот это один из первых моих мастер-классов еще я помню я была в горах когда я вязала этот капюшон фиолетового цвета у меня мастер-класс водку по нему я связала вот этот именно этот капюшон с горловиной он тоже с горловиной под горло но их много таких мастер-классов сейчас уже точно так же как балаклавы да вот уже человек когда схватиться за что-то одно вернее не человека мастерицы вот туда как пошла волна она идет у всех ну наверно так и положено как под эти вот ушанки вот балаклава девчонки это скорее всего именно на вот это вот на этот узор потому что я узор ниточка была тоже я совместила две разные ниточки мохер и шерсть и впервые попробовала вот этот вот узор который не он очень хорош для тонкий тонкой пряжи он такой получается объемные объемные прям и пышная резинка пряжа тонкая но но получается объем а за счет чего это полу патентная резинка но не совсем полу патентная еще похлеще но я вам обязательно покажу вот этот вот узор потому что он очень классный знаете вон он объемный но он не растягивается вот как английская и пышная резинка пышка пышная меньше английская больше а этот вообще в кучке держится прям вообще вообще и я говорю я этого узора еще не встречала это прям я придумала попробовала мне очень он понравился для мужских моделей для свитеров он очень классный чтобы форму держала и тепло было и так балаклава есть у меня мастер-класс там у меня она связана резинкой два на два но принцип такой же то есть тоже отверстие те же расчеты макушка и там она у меня девчонки подшита вот этим вот искусственным мехом тканюшкой то есть все подробно мастер-класс тоже не знаю года два-три назад я снимала по моему три года назад если не ошибаюсь ссылочка тоже будет это будет пятая ссылка на эту балаклаву в общем узор в принципе это все равно каким вы свяжете эту балаклаву ценность этого мастер-класса в том что я там рассказываю как подшить вот этим вот флисом мехом эту балаклаву что касается маленьких деток и там тем более вы можете скорректировать размер потому мастер-классу вот вот я к чему это говорю к тому что вот это балаклава связано именно по тем как бы по тому принципу как у меня мастер-класс но там единственное что два на два резиночка и подшивка что самое главное шестой тоже еще в горах вот этот вот капюшон я связала с этой пелеринкой единственно что здесь я пышная резинка я вязала там у меня полупатентная в оригинале он у нас без швов цель навязаны вот такой вот и манишечка такая аккуратненькая и капюшончик то есть вроде бы казалось бы тот же капюшон но совсем не тут все они все они разные девчонки и при том это все как то есть на на любой вкус вы себе этот капюшон подберете вот на этот я тоже оставлю ссылочку в описании так раз два три 4 5 это будет 6 ссылка и вот этот капюшон прошлогодний у меня он там как как мужской но он точно также может быть и мужским и женским вот классическая вот 5 пяточная головушка но не не классическая потому что тут скос идет потом ровно со шнурком с дырочками все как положено вот такой вот хороший универсальный вариант связать в коричневом цвете и муж ваш будет носить и вы будете носить смотря под какую одежду вот такая у меня они еще этот шлемик но это шлемики аж говорю я еще вам сниму потому что опять же все она вроде бы одинаково но у каждого варианта свой нюанс здесь что хорошо что вот эта нижняя часть на подбородок одевается вот и все по голове все нигде ничего не задувает а здесь снудик такой тоже такой аккуратный не широкий вот все девчонки на сегодня я с вами прощаюсь это была первая часть ликвидации остатков еще вас ждет вторая часть двойной шлемик у меня детский для маленьких детей вот это уже будет в конце списка видео в общем это то что я не сняла еще есть одна балаклава которая тоже и лобик хорошо закрывает и и и и шеи тоже она такая по голове не расхлябистая в общем эти два видео я вам тоже оставлю под видео в описании но уже в конце я там приписочку в общем перейдете вы сами поймете где что вот девчонки поэтому все на сегодня все с вами была вика школа рукоделия ликвидируем остатки зима у нас на носу еще не совсем она близится близится все я с вами прощаюсь всем пока пока